Это базовая чистка фотографии. Первое, что мы делаем, это копируем новый слой, для того, чтобы вся наша работа была на новом слое, горячие клавиши Command-J или через правую кнопку мыши создать копию слоя. Какие у нас инструменты для чистки? У нас есть точечная восстанавливающая кисть, у нас есть восстанавливающая кисть, у нас есть заплатка и у нас есть штамп. Они все работают чуть-чуть по-разному, и для разных целей мы разные используем. Для того, чтобы понять принципы, нужно пробовать и потом использовать для себя инструменты, где удобнее, под разные цели. Что делает точечная восстанавливающая кисть? Когда вы нажимаете какой-то недостаток, который входит в ее радиус, она подбирает текстуру из той, что находится рядом. Но она не всегда это делает удачно. Например, видите, если большой недостаток, то уже это получается не так удачно. И нужно пробовать. Можно взять восстанавливающую кисть. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно зажать Alt и выбрать похожую текстуру на тот участок, который вы хотите убрать. И тогда, используя текстуру и заменяя эту с помощью искусственного интеллекта, она подстроит, создаст новую текстуру. В принципе, этот результат будет уже лучше, чем точная восстанавливающая кисть. Дальше есть заплатка. Заплаткой вы сразу выделяете то, что хотите убрать, и переносите его на участок с похожей текстурой. Очень важно на этапе чистки всегда использовать похожую текстуру, потому что если вы возьмете какую-то другую, то результат сразу будет плохим. Поэтому мы используем рядом ту текстуру, которая похожа. В принципе, это тоже неплохой результат. Но особенность заплатки в том, что она делает такие неровные, рваные края. Можно посмотреть до заплатки и после. Есть еще штамп. Штамп действует похоже на восстанавливающую кисть, но только если восстанавливающая кисть, она как бы додумывает эту текстуру по ходу, то штамп копирует ее точь-в-точь. У штампа есть параметры, такие как непрозрачность. Нажим это для планшета. Непрозрачность. Если нажать правую кнопку мыши, у него будет размер и жесткость. Жесткость при ретуши кожи я ставлю где-то на 50%. Зажимая альтом мы берем образец того места, которого мы будем копировать. У меня клавиши А и С. У вас, возможно, это жесткая скобка в правом верхнем углу. Уменьшение и увеличение кисти. Нажав «Альт», я выбираю образец и им зарисовываю. Я могу выбрать его с разных частей, чтобы это было более естественно. И вот так зарисовать. Тоже не самый лучший результат. Нужно еще доигрываться. Поэтому каждый из этих способов хорош по-своему. И только с опытом понимаешь, какие способы лучше использовать. Например, точечную восстанавливающую кисть я часто использую на волосках. Потому что тут не так заметно, что она смазывает края. Но это можно делать быстро. Потому что если любым другим способом удалять волоски, это вполне возможно будет достаточно долго. Особенно вот на таких вещах, как волосы. Я беру точечную кисть. Настраиваю ее по размеру волоска. И довольно успешно и удобно оно убирается. Мы можем посмотреть до после, нажав глазик на слое. Очень важно всегда проверять себе до после, чтобы не получалось больше или меньше. Ну, например, вот такие вещи, как точечки, я люблю делать заплаткой на текстуре. Также на текстуре мне больше нравится работать с восстанавливающей кистью. Потому что она придумывает свою. Например, здесь мало текстуры. И неоткуда взять штампом такой полноценный кусок. А точечная восстанавливающая кисть, не точечная, а просто восстанавливающая кисть, дополнит его сама. Венка тоже может быть убрана точечной. Ну, примерно вот так, двигаясь по всей фотографии, нужно убрать торчащие волоски, нужно убрать точечки. Мы можем также поработать вот с такой текстурой. Морщинки лишние. Вот, например, то, что такими точками выглядит, я точечной кистью уберу. А уже более большой момент я уберу восстанавливающей кистью. Важно выбирать текстуру совпадающую. То, что она еще осталась пятнами, это нормально. Мы-то уберем основной техникой, тот джинберн, осветление затемнения. А вот сами такие точечки и моменты, их нужно убрать именно на этапе чистки. Например, такие выступающие волоски можно убрать штампом, именно потому, что он не меняет текстуру, а делает ее четкой. Тут точечный. Вот так вот мы проходимся по кругу, по всей фотографии, вычищая каждый из уголков, примеряя инструменты. У каждой ретушера есть еще любимые инструменты. Кто-то любит обрабатывать все заплаткой, мне она не везде нравится, но она тоже хорошо работает. Вот так это выглядит на до-после. Это такой долгий, кропотливый процесс, аккуратная работа, убирание лишнего. Вот прошлись по каким-то небольшим моментам. Глаз, губа, волосы. Но вот так нужно обработать всю фотографию.